здравствуйте дорогие друзья ну сегодня у нас готов к отстрелу достаточно можно сказать уникальный образец уникальный образец не спешите делать какие-то выводы вот все сразу скажут что ничего нового мы не сможем вам показать ставит пулемет системы шпагина его гражданская версия вот роликов таких на ю тубе полно и стреляют некоторые совершенно безбашенные люди переделают магазин для стрельбы на 30 мест и на 70 чем принципиально вот данный образец отличается от того что вы все привыкли видеть сейчас возьмем снаряженный магазин попросим оператора показать его покрупнее вот люди кто любит оружие ценит понимает сразу наверное уже меня поняли не традиционный патрон от пистолета ттт от ппш 762 на 25 а вот именно 9-ти миллиметровый патрон 9 на 19 люгер или 9 на 19 парабеллу ограниченными сериями для ценителя оружия выпускается гражданская версия перестворенный образец вот от данных патронов и у нас у вас и у нас есть уникальная возможность нам пострелять вам посмотреть как ведет себя ппш при стрельбе такими патронами причем перед программой мы внимательно смотрели магазины никаких конструктивных изменений не внесено за исключением ограничений емкости магазина на 10 патронов что соответствует законодательству вот несмотря что патрон 7,2 на 25 бутылочной формы другого калибра вот без каких-либо задержек он позволяет вести огонь этими патронами естественно заменят только ствол сейчас посмотрим как ведет себя этот образец в действии предоставленный образец ппш как мы видим из клей 44 года выпуска вот так же стрельба ведется с открытого затвора ну и сравним ощущение при стрельбе 762 и 9 миллиметров ну все кому доводилось стрелять из ппш все отмечают устойчивость на линии огня незначительную отдачу но здесь вот при использовании патронов 9 на ю-20 отдачи просто отсутствует, ощущение непередаваемое, такое ощущение, что стреляешь хвостыми патронами, но куда попали мы сейчас посмотрим, а потом отстреляем ту же серию из магазина, из диска магазина. В магазине у нас было 8 патронов, все они достигли цели, стреляли мы максимально бегло, практически не цели, честно говоря, хотелось посмотреть, будут ли задержки при стрельбе, но, как мы видим, ни одной задержки не произошло, результат стрельбы, наверное, такой же, как и штатным патронам, серию 62 на 25, великолепное оружие, то есть еще раз показывает гениальность, что в условиях военного времени был создан такой образец, и он даже позволяет стрелять с использованием других боеприпасов. Ну, теперь мы отстреляем серию с использованием детского магазина. Напоминаю, емкость его тоже в соответствии с гражданским законодательством составляет 10 патронов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошая штука. Сильная. Сильная вещь. Ну, как видим, что и при использовании этого магазина тоже проблем с задержками не произошло, вот, подтверждает ранее бытующую поговорку, советская, значит, отличная, в хорошем смысле слова, великолепный, конечно, автомат, вот, очень приятно, что такой исторический образец можно использовать. Ну, конечно, использование на охоте данного карабина сомнительно, но для какой-то любительской стрельбы, для любителей и ценителей оружия таким образцом, безусловно, приятно обладать. Вот, еще раз подчеркну, что отдача отсутствовала, отдачи просто вообще не было. Пули прилетели точно так же, как и при этом магазине, но, единственное, обратите внимание, другое удержание оружия. Ну, и в планах стоит снять несколько программ, сравнить ППШ под штатный патрон калибр 7,62. Эти образцы мы обязательно разберем, сравним, посмотрим, поговорим об истории, если вам это интересно, создание этого образца. Ну, и оставайтесь, как всегда, с нами на нашем канале. Разговор об охоте не только. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова